Музыка Хотелось бы сегодня поговорить о том, почему же Бог и чем это вызвано допускает такие минуты одиночеств или минуты потрясений в нашей жизни. Само по себе одиночество – это очень сложная форма или состояние, в котором находится человек. Человек создан для общения, человек создан для взаимообогащения. Общение – это какое-то соприкосновение с другим человеком. Человек создан для того, чтобы черпать что-то благословенное, приятное, доброе, разумное, вечное, как когда-то выражались, и этим самым обогащаться. Каждая новая мысль, новая книга, новые откровения, новый взгляд, даже обычное рукопожатие. Ты с кем-то встретился? Руки соприкоснулись. Это уже общение. Улыбка, как когда-то пели такую песенку детскую. «Поделись улыбкой твоей, и она не раз к тебе еще вернется». Это тоже общение. Улыбнется ребенок, улыбнутся супруги друг к другу, проснувшись утром. И это уже общение. Мы соприкасаемся с миром, и мы очень-очень нуждаемся в этой поддержке. Мы очень нуждаемся. Мы социально завязаны. Мы вместе. Мы общество. Особенно у нас, у славян, большие родовые кланы, много родственников. И мы ощущаем вот эту потребность, необходимость в том, чтобы много проводить времени вместе и общаться. Так создан человек. Господь сказал, нехорошо быть человеку одному. Никита Михалков в своем знаменитом фильме «12» показывает такой фрагмент, когда один знаменитый инженер в России, добившись больших успехов на своем поприще, в итоге не смог продать свои открытия, свои изобретения за границу. И советское государство в советское время закрыло эти очень хорошие, ценные открытия этого ученого. По этой причине он впадает в глубокую депрессию, начинает пить. То есть смысл его жизни потерян. Его страна его предала. И он начинает много драться на улицах. Он стал бомжом. И однажды в автобусе он стал зарываться к людям, чтобы просто его кто-то либо прирезал, либо избил. То есть смысл жизни остановился. Все, к чему человек стремился, все потерялось. И однажды в автобусе он стал зарываться, будучи в нетрезвом состоянии, к людям. Он был страшно одет, от него дурно пахло. И он сам рассказывает об этом и говорит, что передо мной сидела женщина с маленькой девочкой, которая сидела возле нее. И эта маленькая девочка в ужасе смотрела на этого страшного дядю и шепотом говорила маме, мама, этот дядя, наверное, сумасшедший. И эта женщина сказала своей дочери, нет, доченька, он не сумасшедший. Ему просто плохо. Это был поворотный момент в жизни этого человека. На горизонте появился кто-то, кто в него поверил, кто смог разглядеть за этим внешним неустройством, за этим всем зловонием и всем ужасом, смог разглядеть человеческую душу, которой плохо. Впоследствии эта женщина стала его женой, и он снова поднялся и стал снова знаменитым человеком, смог продать свои контракты за границу. И я вспоминаю слова Евгения Евтушенко. Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим. Я об этом всем говорю потому, что мы очень социальные люди. Мы растем вместе. Нам очень не все равно, очень не безразлично, как к нам относятся родители, допустим. Когда папа говорит своему сыну, «Сынок, я тобой горжусь, сынок, я очень рад твоим успехам». И сын со всех сил старается, чтобы оправдать это доверие. Знаете, что я понял? Что никого еще не изменил факт его вины. Мы очень часто судим и говорим людям, какие они плохие, или о людях говорим, насколько они плохие, как плохо принимать наркотик, как плохо быть пьяницей. Как плохо вести аморальный образ жизни. И человек это сам знает. Знает намного лучше, чем мы знаем. И страдает от этого, и мучается от этого. Но он ничего изменить не может. И когда появляется кто-то, кто начинает верить в него, кто видит в нем позитивные, добрые, прекрасные, человек хочет подняться и преображаться. Не так давно мне также посоветовали, я вам рекомендую посмотреть замечательный фильм, сделанный о маленькой девочке, которая родилась слепой и глухой. И в ее жизни появился человек, который взялся за нее, чтобы научить ее языку, даже не жестов, я не знаю, как называется, это общение через прикосновение. Это единственный орган, который в ней оставался для какого-либо соприкосновения с внешним миром. И этот ребенок, который рос в полной темноте, в кромешной мгле, внутренней, совершенно не зная и не понимая, как можно построить общение даже с родной матерью и отцом. И этот учитель прилагал огромные усилия, чтобы найти общий язык. Задача состояла в том, чтобы заговорить на общем языке. Если только появляется общий язык, и одни и те же предметы или переживания, названы одними словами, происходит общение. Можно взаимообогащать друг друга своими мыслями и своими переживаниями. И это было чрезвычайно сложно. Проходили месяцы, и ничего не получалось. И однажды учителю удалось передать, что мокрое, что она прикасалась к воде, это есть вода. И однажды она поняла, что те прикосновения, которые он делал, касаясь ее ладошки, он именно пытался сказать слово «вода», именно явление «это вода». И она касалась к воде, и потом снова объясняла ему, и потом снова касалась к воде. Второе слово она произнесла «мама». Она прикасалась к женщине, которой она знала, что это мама, но она не могла передать этих чувств, что это мама. Третье слово она произнесла «папа». Но не произнесла. Она просто это объясняла прикосновением к руке своего учителя. И мир открылся для этой девочки. Огромный мир. Она поступила в университет. Много-много лет она училась в университете. Годами он сидел, и просто касаясь ее руки, переводил лекции, которые говорил учитель. Это невозможно смотреть без слез. Это невозможно смотреть без благодарности. Мы никогда не поймем, какой ужас одиночества переживает такой человек, для которого мир закрыт, абсолютно не существует. Он находится в абсолютном отрыве от мира. Мы родились, мы слышим, мы живем, мы соприкасаемся с людьми, плохими и хорошими, но мы, по крайней мере, знаем, что такое общение. И мы совершенно не знаем, что такое одиночество. Я сегодня говорю о том, что есть минуты, моменты, когда Бог допускает одиночество. И есть отдельные люди, как я сейчас пытаюсь привести эти примеры, которые переживали одиночество. Я говорил с человеком, который много лет провел в камере одиночки. И он говорил, можешь верить мне, можешь не верить. Но какой огромной радостью для меня было, когда в моей камере одиночки я увидел паучка, который свил паутину. Я его берег, как живое, единственное живое существо на протяжении многих лет, зная, что я не один. Я уже не один. Мой разум уже не мог помрачиться, потому что я уже не один. Уже в этой камере есть другое живое существо. Я пытаюсь рассуждать об Иосифе. Человек, который родился в большой семье, который любил, несомненно, своих братьев, любил свою мать, любил отца, который хорошо учился. И в один день он понес своим братьям пропитание. И вы знаете, они бросили его в яму. И в нашей жизни есть все равно, в любом случае, какие-то ниточки, на которых мы держимся. У нас есть авторитет, у нас есть друзья, у нас есть родственники. У меня есть сын и дочь, у меня есть любимая жена, которая любит меня, у меня еще живы родители. Естественно, это все, что нас держит. Естественно, мы на это рассчитываем. Понимаем мы это или не понимаем, но мы на это рассчитываем. Нам очень дороги эти узы. Мы как люди самоутверждаемся. Наше достоинство какое, ценность наша в какой-то мере, она держится на том, что у нас есть вот этот круг ценностей, которые мы имеем. И вот когда его братья продавали его купцам, которые шли в Египет, я не хочу долго разрисовать эту сцену, но я прекрасно понимаю, что это было как последние десять веревочек, десять братьев в жизни Иосифа. Он, наверное, называл имя каждого из них, вглядываясь в глаза, Рувим, Иуда, Левий. И каждый из них отворачивал глаза, и еще одна ниточка рвалась. И Иосиф завис над огромной пропастью. Он до последнего рассчитывал, кто-то найдется, кто-то вступится, кто-то скажет, мы так не можем, вы как хотите, я стану на его сторону. Как нам хочется, чтобы осталась хоть какая-то опора, чтобы не сорваться в эту пропасть. И вот последний брат просто обрезает последнюю веревку. И этот человек падает в пропасть одиночества. Он предан. Он предан бесповоротно. Его связывают, и как раба, уводят в Египет и продают на рынке. Я понял такую истину. Как бы прочно человек не оградил себя авторитетом, силой, деньгами, родственниками, признанием перед Богом, человек будет стоять в одиночку. Я все это говорю к тому, что в нашей жизни так много разных наслоений, которые нас даже к Иисусу не пускают. Мы не остаемся в таком одиночестве, чтобы оказаться один на один с Иисусом. У нас очень много еще есть оснований, на которых мы стоим, и которые нам дороги, которые нас, как людей, удерживают. Есть отдельные люди из нас, когда Господь выбивает все основания, выбивает их, чтобы человека последняя веревочка оборвалась, и чтобы он оказался в полном одиночестве перед лицом Бога. И взвесил себя, как Бог сказал Валтасару, на стене написал, ты взвешен на весах и найден очень легким. И я хотел бы прийти к некоторым моментам из Писания и показать, допустим, мы очень прочно держимся за обетования. Мы держимся за обетования, потому что они дают нам какой-то гарант. Почему люди держатся уверенно? Потому что есть Слово Божье, за которое Бог отвечает. И мы уповаем на эти обетования. Это и касательно нашего физического здоровья и духовной жизни. Это, допустим, давайте назовем любые обетования. Тот, кто в вас сильнее того, кто в этом мире. Это очень помогает жить. Это определенная опора. Когда все рушится, когда искушения одолевают, ты открываешь такие обетования и ты читаешь. Или, допустим, враги преследуют тебя какие-то, суды какие-то, здоровье подкачивают. Ты читаешь под сеньями крыл твоих, Господи, я безопасен за то, что ты избрал Бога прибежищем твоим, не приключится тебе зло, язва не приблизится к дому твоему. Мы эти обетования, есть даже Библии, в которых они выделены. Это наши камни, это основания. Без этих оснований мы просто носимся по жизни, как корабль, отдавшись волнам. Нам нужны эти основания, мы на них опираемся. Наш внутренний человек на это опирается. Я сейчас подбираюсь к чему-то очень ценному. И бывают такие ситуации, когда эти обетования не работают, не срабатывают, то ли Бог задерживает исполнение этих обетований. И бывают тянутся годы или долгое время, и эти обетования не осуществляются в жизни. Отдельный разговор, как это происходит, это отдельный разговор, как человек должен получить слово и опереться на это слово, это отдельный разговор. Мы об этом много говорим в нашей церкви. Но сегодня я пытаюсь сказать, что иногда мы уповаем на обетование, а не на Бога. Иногда мы и к Богу идем только из-за обетований. Иногда в самой личности Бога самое ценное это его обетование, когда человек сказал мне, если Бог меня не будет благословлять, что я дурак, чтобы ему служить. Иногда все очень просто в жизни расставлено, но когда, как в ситуации с Иовом, обетования не работают, когда начинается наоборот то, на что ты рассчитывал, соблюдая условия этих обетований, когда наоборот вместо благоденствия твои дети погибают и тебя одолевают неизлечимые болезни, вот тогда наоборот как раз и проверяется, человек вообще строил отношения, а с Богом как с личностью или с обетованиями Божьими. И это и есть то одиночество, которое не смогла выдержать жена Иова. Она оказалась преданной в какой-то мере, она оказалась оставленной, она просто разбилась в Боге, разочаровалась. Она просто сказала Иову, похули Бога, ты хоть умрешь нормально. И мне так кажется, что есть отдельные моменты, на которых люди чувствуют себя очень уверенно. Допустим, ветхозаветние, даже не только ветхозаветние, уже когда Иисус пришел, священники, книжники, фарисеи, в хорошем смысле, говорю сейчас, саддукеи, которые изучали закон, у них было очень прочное основание. Они так и говорили, отец у нас Авраам. И это было очень надежно, потому что Бог обещал Аврааму благословить его потомкам. Они были преемниками Авраама. Они несли священнослужение в храмах. И потому Иоанн Креститель говорит, не думайте даже в себе говорить отец у нас Авраам, потому что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Вы должны сотворить достойный плод покаяния. В другом месте они Христу говорят, мы дети Авраама, они это часто говорили. Мы знаем, что с Моисеем был Бог, а кто ты, мы не знаем. О чем идет речь? Речь идет о том, что им было вверено Слово Божие. Речь идет о том, что они действительно стояли на этом прочном краеугольном камне. Мы дети Авраама, мы избраны, на нас печать избрания. Как написано, что Бог... Я вам хочу показать один очень ценный стих. Очень ценный стих. Очень ценную вещь хочу показать, дорогие братья и сестры, что человек хочет опираться на эти вот краеугольные камни. Человек хочет верить, что он избран. И мы хотим верить, что мы избраны. И мы действительно избраны. На нас действительно печать Божьего избрания. Кого он избрал, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал, и прославил. Это мы с вами. И иногда человек вот в этой уверенности своего спасения, что Бог крестил его и Духом Святым, что его природа изменилась, что он явно новое творение. Человек так твердо на этом стоит. И знаешь, что происходит, когда Бог начинает колебать эти основания? Можно сказать, эти основания нельзя колебать, и правильно будет. Это основание нашего спасения, это слово Божие. Но есть моменты, как я говорю, а не обольщаемся ли мы, как эти фарисеи и книжники, которые говорили, мы дети Авраама. Мы дети Авраама, и это непреложно, это навсегда, это основательно. Как и написано, апостол Павел написал, что Иисус Христос сделался служителем для евреев, для обрезанных, ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам. То есть, Бог действительно обещал отцам. Бог действительно дал слово, Бог действительно клялся самим собою, как не имея ни кем высшим клясся, Он клялся собою. Он действительно дал такое обетование. И люди очень уверенно стали на это обетование, в то время, как личных взаимоотношений с Богом у них не получалось. Вот что удивительно, что они становились просто на Божьих обетованиях, и даже Христос пришел ради этого, чтобы исполнить то, что Бог обещал отцам. И они на этом постоянно играли. И они говорили Христу, мы не любодеяние рождены, мы одного отца имеем Бога, отец наш Авраам. Христос им говорил, если бы Авраам был отец ваш, вы дела Авраама вы делали бы. Но теперь вы ищете убить меня человеку, сказавшему вам истину? Авраам так не делал. И что очень важно во второзаконии в седьмой главе записан такой интересный стих. Да, на самом деле Бог обещал спасти Израиля. На самом деле Бог давал слово Аврааму, Исааку, Иакову, что он спасет свой народ. Но Бог мог абсолютно без особых усилий, Бог мог бы дать такое же обетование какому-то Рамзесу или другому какому-то фараону. Бог мог дать такое же обетование и точно так же спасать людей. То есть я пытаюсь сказать, в чем особенность этого Израиля, который живет сегодня. В чем его особенность? Да, был Авраам. Смотрите, Авраам был человек веры. Он назван отцом веры. Да, Авраам строил личные отношения с Богом. Да, Авраам повиновался и послушался Богу. Да, Бог в завет Авраама включил всех его потомков. Да, это правда. Но проходит время, и эти потомки Авраама совершенно далеки от веры Божьей, далеки от послушания, но осталось обетование. Осталось обетование, на котором они стоят. Потом во второзаконии в седьмой главе шестым стихом написано так. Господь говорит к Израилю. Ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой. Это же так приятно, это же так надежно, это же так утверждает. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. А дальше написано. Не потому избрал тебя Бог, чтобы вы были многочисленнее всех народов или принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь и для того, чтобы сохранить клятву, которой он клялся отцам вашим. Может быть, это звучит как разочарование, может, человек хотел еще достоинство свое как-то поднять, Господь тебя избрал для того, чтобы исполнить клятву, которую давал отцам вашим, но не потому, что в тебе есть какое-то достоинство, и не потому, что ты еврей, отличаешься от египтянина или какого-то индуса, совершенно не потому, а потому, что он пообещал отцам, и он теперь должен исполнить эту клятву. И вот часто мы, даже мы говорим сегодня о нас, часто мы приходим с такой же уверенностью, с такими же обетованиями, спасением, и отношения практически строятся не столько с самим Богом, как мы видим, это было у фарисеев и книжников, как просто с обетованиями, которые Бог нам дает. и дальше получается, смотрите, получается, что мы как бы часто, как люди, утверждаемся на наших достижениях, утверждаемся на нашей самоправедности, утверждаемся, это определенные утверждения, человек чувствует себя очень уверенно, если он не спотыкается, не падает, если он богоугодный образ жизни ведет, человек очень уверенно себя чувствует, если же человек спотыкается, в нем эта уверенность пропадает, и иногда Бог сознательно допускает то, чтобы человек спотыкался, если человек даже падал, сознательно допускает, чтобы разбить человеческую самоуверенность, чтобы человек понуждался в спасителе пятый раз, десятый и сотый раз, понуждался в спасителе и был привязан к Господу Богу Своему, Иисусу Христу и Спасителю. Почему? Потому что Писание говорит, мы спасены не от дел, мы спасены благодатью, хотим мы с этим соглашаться, не хотим, но мы очень часто спасаемся все равно делами, нам как бы даже нужны, нам помогают плохие люди из-за того, что на фоне этих плохих людей мы чувствуем себя хорошо, мы чувствуем себя достойными, мы чувствуем себя победителями, очень часто, проверьте свое сердце, как я свое проверяю, наша праведность очень часто возникает только в сравнении с грехами других людей, наше достоинство как праведного человека, оно растет только на почве того, что вокруг все аморально, все распадается, а мы стоим в истине, и мы служим Господу, и ты чувствуешь себя таким уверенным, и ты даже не замечаешь, как ты утверждаешься, я сейчас о себе говорю, пусть вы не так живете, а я себя проверяю, потому что я говорю сейчас об одиночестве, я приду к этому, я проверяю себя, что мы очень часто уповаем на свою праведность только потому, что я не такой, как прочие люди, убийцы, насильники, или как этот мытарь, я действительно не вру, что я не такой, как этот мытарь, я же не вру, и от этого мне хорошо, и от этого я на ногах стою, когда молюсь, а мытарь лежит на лице своем, и от этого я руки поднимаю к Богу, а он себя кулаком в грудь бьет, и мне он помогает, этот мытарь, потому что возле него я очень хорошо себя чувствую, и очень уверенно, я даже внушил себе, что Бог меня по-другому услышит, чем его, я же и десятины приношу, я же соблюдаю все предписания закона, я же действительно праведный человек, и что интересно, вот мы и начинаем судить, мы же начинаем и судить о других людях, и судим о других людях, которые возле нас в меру того, как у нас получается справиться, вот допустим, человек употребляет наркотик, ну естественно мы судим его, ну естественно мы говорим, где мозги, ну естественно мы говорим, такие в тюрьме должны сидеть, естественно мы судим, почему, потому что мы не знаем, в какой глубокой зависимости находится этот человек, и как он страдает, и как он мучится, и может быть, он уже несколько раз пытался из жизни уйти, нас это по большому счету не интересует, мы даже его не понимаем, насколько он одинок в своей проблеме, нам и неинтересно понимать, насколько он одинок в своей проблеме, с которой он справиться не может, потому что в силу того, что мы как раз не попали в сети наркомании, мы хорошо себя чувствуем, мы чувствуем себя достойными, и по этому поводу я просто хочу сказать, что иногда Господь выбивает просто из нас эту самоуверенность, и мы вдруг понимаем, что и мы очень сильно подвержены искушениями, насколько бы мы прочными не были, я хочу вам показать несколько стихов из Псалтиря, вообще, я сейчас буду очень откровенным, года два назад у меня начался такой переломный момент, я просто начал удивляться вообще Псалмам Давида, с какой стати в Псалмах Давида вот постоянное чувство опасности, такое чувство, что на каждой странице его кто-то преследует, какие-то враги, какие-то капканы стоят, его кто-то хочет убить, постоянно его окружили, какие-то демоны, постоянно он переживает какие-то атаки, живет человек себе во дворце, царство его прочно, у него мощная армия, у него непоколебимый авторитет в своем народе, все его любят, о чем он пишет, что вот это за беспокойство на каждой странице книги Псалтирь, я даже стал себе это выписывать, я стал помечать своими собственными инициалами, почему? Я бы этого даже и не видел, как и мы многие не видим, пока не попадаем в такую же ситуацию, пока не начинаем переживать что-то аналогичное, как будто обрывается какая-то ниточка, как будто ты можешь быть отверженным от очей Божьих, как будто тебе угрожает сорваться в пропасть, как будто все твои доспехи сейчас тебе уже не помогут, и все твои успехи жизненные, и все обетования, которые у тебя есть, они могут не сработать, и ты обрываешься, потому ты хватаешься за последнюю ниточку милость, милость, ты больше не говоришь, ты перестаешь говорить о достижениях, ты никого не можешь позвать на помощь, ты никому даже рассказать не можешь, через что ты проходишь, и как тебе трудно, ты начинаешь человеку рассказывать, а он просто тебя не слышит, он тебя не слышит, он ушами слушает, но он тебя не слышит, где ты находишься. Я стал отмечать просто и удивляться, что Давид проходил такие вещи. «Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей». Кто за ним гонится? Что за мания преследования? Что это? О чем он пишет? «Избавь душу мою ради милости Твоей». Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою, а что он не слышит его молений? Откуда такая радость? Почему он за это как бы цепляется? Дальше, вот я просто так, вот я даже не думал это говорить. «Да не скажет враг мой, я одолел его». «Ты держишь жребий мой». Дальше вот мы листаем Библию. Допустим, мы приходим к 29-му псалму. Смотрите, 29-й псалом. Седьмого стиха. «Я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился». Как интересно, Давид обнаруживает в себе такие переживания. Когда все было хорошо, он говорит в благоденствии. «Такая вера внутри, просто столько много веры, я вовек не поколеблюсь». Почему? Да потому что с Богом хожу, потому что Богу угождаю. И человек говорит и не врет, правду говорит, правду чувствует столько в себе веры. «Не поколеблюсь вовек». Дальше он говорит, «А даже не понимал, что Ты сам укрепил эту гору мою, но когда Ты лицо сокрыл Твое, я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял, что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу, будет ли прах славить Тебя, будет ли возвещать истину Твою?» Как человек меняется. Почему? Бог сокрыл лицо Своё. Бог сокрыл лицо Своё. Есть минуты, о чем пишет Иеремия. «Говоря Богу, Ты преграждал молитву мою». Я молюсь, я кричу, я ищу, я зову. А Бог преградил молитву. А молитва не достигает его. Я задаю вопрос, зачем? Я не говорю, за что. Я не ставлю вопрос, за что, Господи, такое с Иосифом? За что такое Давиду? Я задаю вопрос, зачем? Зачем? Зачем ты это делаешь? Наверное, чтобы человека привязать к Господу, и чтобы человек почувствовал эту зависимость от Бога, настолько сильную внутреннюю потребность в Боге. В чем ужас преисподней, в чем ужас ада состоит? Я раньше не соглашался с некоторыми богословами, которые утверждали, что ад страшен не огнем и не червями, которые там не умирают. Ад страшен отсутствием Бога. Ну, трудно было как-то понять. Страшно то, что доставляет страдания. Страшно, когда ты будешь находиться в мучениях постоянных. Но некоторые люди, я читал некоторые их труды, заметки, они говорили, страшно, когда молитва твоя не достигает. Страшно отсутствие Бога. Страшно, когда Самсон проснулся и говорит, встану, как брежде, пойду и сражусь с филистимлянами, а не знал, что Господь отступил от него. Что самое интересное, он давно от Господа отступил, и он не ощущал вот этой потребности в Боге. Он не ощущал, он пользовался обетованиями, он пользовался своим назарейством, он пользовался даже дарами Божьими. То самое, о чем говорит Библия, многие придут и скажут, Господи, не твоим ли именем мы бесов изгоняли, не твоим ли именем мы мировые служения устраивали, не твоим ли именем мы просто мертвых воскрешали. Он скажет, отойдите от меня, я вас никогда не знал. Я сегодня задаю вопрос, как же так может быть, что Самсон отошел от Бога давно и не замечал этого? Пока Господь не отступил от него. В 30-м Псалме здесь написано сразу дальше, Давид пишет, на Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек, по правде Твоей избавь меня. Преклони ухо Твое, поспеши избавить меня. Кто так просит? Ну, если человек, ну, не знаю, там пальцы в дверь зажало, вот так человек кричит, помогите, пожалуйста, но ты понимаешь, что человек, что-то случилось. Избавь меня, поспеши, поторопитесь, скорее, человеку плохо. Вот так Давид молится. Что это за ощущение? Будь мне каменную твердынью, домом прибежище, чтобы спасти меня. Ты каменная гора моя, ты ограда моя, ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи Божией, истины. Восьмой стих. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты призрел на бедствие мое, узнал горесть души моей, и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне. Иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Иссохло от горести глаза мои, душа моя и утроба моя. Так о чем он молится? Конкретно. Ну, если бы мы понимали, что там Саул его поймал, что завтра утром будут его казнить, что Давид болеет там, ну, не знаю, какими сильными болями какими-то. Ну, было бы понятно, о чем он молится. Никаких врагов нет вокруг. Что за потребность внутренняя? Избави меня, будь горою моею, сокрой меня, услышь молитву мою. Что это за внутреннее состояние Давида? Дальше он говорит. И истощилась в печали жизнь моя. Лета моей в стинаниях. Годы. Человек находится в состоянии стинания. Изнемогла от грехов моих сила моя и кости мои иссохли. Это что, он как бы постоянно грешит? Изнемогла от грехов моих сила моя и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением, даже у соседей моих. Страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице убегают от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый. Я как сосуд разбитый. Он не обманывает, он пишет правду. И он рассказывает это одиночество своей души, когда он не может выбраться. Я больше и больше прихожу к убеждению, что Господь сознательно проводил Давида через такие этапы при всем устоистве, при всем успехе, при всех обетованиях избрания, что дом Давидов не поколеблется, что всегда будет сидеть наследник на престоле Давида, что из дома Давидова произрастет отрасль, что Сын Божий родится. Он сам пророчествовал. А что же за страдания у человека? А Господь привязывает его, забирая в нем вот это все упование, на что он бы мог десять раз опереться. В сто раз больше, чем мы мог опереться. И вот эта внутренняя потребность, как будто вот почва уходит из-под ног, как будто Господь прирождает молитву. Грехи и искушения одолевают, и человек проваливается в пропасть, пока благоденствие не поколеблюсь вовек. А как только вот Бог лицо сокрыл, и я смутился, и уже не помогает ничего. Я раньше садился, читал сотни писем. Когда мне тяжело было, я доставал все отзывы людей, и я читал и говорил, Александр, смотри, как Бог благословляет твое служение, сколько людей. А приходит время, вы знаете, ни на что опереться не получается. Приходит время такой внутреннего просто обрыва, как будто последние ниточки обрываются, и остается только милость, остается только то, о чем говорит Давид, милость Твоя, Господи, лучше, нежели жизнь. Книга пророка Осии, вторая глава. Только послушайте, очень внимательно, это очень интересно и очень ценно. Бог обращается к Своему народу. Ибо блудодействовала мать их, речь идет о духовной измене, понятно, Израиля, Богу. Блудодействовала мать их и осрамила себя, зачавшая их. Ибо говорила, пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду и шерсть, и лен, и елей, и напитки. Вопрос, кто, кто, кто дает тебе? Ну, любовники дают мне все это. Зато вот я загоражу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих. То есть я создам такие условия, что она окажется в полном одиночестве и погонится за любовниками своими, но не догонит их и будет искать их, но не найдет и скажет, пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. И не знала она, что я, я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого она сделала истукана вала. Зато я теперь возьму назад хлеб мой в его время, то есть, когда он так нужен, и вино мое в его пору, и от нему шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее, и открою срамоту ее перед глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей. Я, говорит Бог, прекращу у нее всякое веселье и праздники ее, и новомесячие ее, и субботы ее, и все торжества ее. Мы иногда можем сетовать, почему праздники прекращаются, почему так трудно, почему все торжества уходят, почему так тяжело внутри. Бог говорит, я это сделаю сам. Я прекращу у моего народа всякое веселье, и праздники, и новомесячие, и субботы, и все торжество моего народа, и опустошу виноградные лозы ее, и смоковницы ее, о которых она говорит, это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои, и я превращу их в лес, и полевые звери поедят их, и накажу ее за дни служения валом, когда она кодила им, и украсивши себя серьгами и ожерельями, и ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. Вы знаете, есть минуты, я заканчиваю, когда Бог наоборот говорит, речь идет об одном и том же народе, об Израиле, Божьем, возлюбленном народе. Есть минуты, когда Бог говорит, я одену ее в нарядные одежды, я дам кольцо в нос ее, я дам ей самую дорогую обувь, слава дочери царя внутри ее, я подниму ее достоинство. И есть минуты, когда Бог говорит, я заберу ее золото. Почему? Потому что она теперь понадеялась на красоту свою, она понадеялась на богатство свое, она весь успех, все благословение, все обетования, которыми я благословил ее жизнь, она сделала своей собственной опорой, и своим собственным достижением, и своей собственной самоправедностью, и она теперь как будто может жить без меня. Вот я теперь все заберу, вплоть до праздников, вплоть до внутреннего самоудовлетворения, вплоть до внутреннего достоинства, я все заберу, я заберу даже то, чем покрывается ее нагота, она останется обнаженной просто в грехах своих, я это все заберу. Вот я, 14 стих, увлеку ее и приведу ее в пустыню, и там буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники, и будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня господин мой, в Али переводится господин мой, не хочет Бог таких отношений, господин, ты будешь звать меня муж мой, и удалю имена валов от уст ее, и не будут более вспоминаемые имена идолов, и обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа, и будет в тот день, я услышу, говорит Господь, я услышу небо, и небо услышит землю, и земля услышит хлеб и вино и елей, а эти услышат Израиль, и посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет ты мой Бог. Я стал размышлять, что же такое истинная вера, когда мы веруем в обетование, когда мы веруем в успех, когда мы веруем в себя, когда мы веруем в свою способность и силу одолеть искушение, когда мы веруем, что не поколеблюсь вовек, можно ли это называть верой? Я понял, что вера, друзья, это то, что не ставит Богу условий, не ставит Богу ультиматумов, это то, что Бога, что способно принимать от Бога даже злое, веруя в то, что это во благо. Как сказал Иов, что Иова спасло, когда он сказал, разве мы должны принимать от Бога только добрые, а злого принимать не должны? Дальше написано, сказав это, Иов не погрешил устами своими. Я хочу сказать к тем людям, которые сейчас проходят такое сложное время, когда у вас так много злого в жизни, так много сложного в жизни, так много того, с чем вы не можете справиться, так много того, где вы одиноки, и вы, кажется, нет выхода из ситуации. Вера это то, когда ты отдаешь Богу ситуацию полностью. Как бы это объяснить? Я недавно посещал одну семью на прошлой, или позапрошлой неделе, и там больная девочка раком. И я в который раз ехал в этот дом, и в который раз молился, молился слезно, Господь, что сказать этим людям? Что сказать этой матери, прекрасной женщине, которая не отходит от кровати своей 17-летней дочери? И вы знаете, ей пришло слово, какая радость, когда приходит от Бога слово. оно пришло в мое сердце. Скажи ей о вере. Но не о вере, когда мы, сжимая кулаки, верим, что все будет хорошо, верим, что она выздоровеет, верим, что Господь благ. Скажи ей о вере Сидраха Мисаха Евдинага. Я сказал, что это, Господи? Бог сказал, скажи ей об этой вере. Когда они сказали, даже если мы сгорим в огне, то сгорим. Но Бог силен и от огня нас избавить. Это не меняет сути. Мы истукану Твоему не поклонимся. Мы все равно исповедуем и признаем Бога хозяином, который может спасать из печи. Но повторяю второй раз, если даже мы сгорим в этой печи, и вы думаете, это легко сказать, матери, которая три года не отходит от постели, своей дочери, три года молится. Но это как раз и есть вера. Когда я ей объяснял это, я раз за три заходил, я говорил, я хочу, чтобы мы убедились, что мы говорим об одном. Отдайте ситуацию Богу. Она говорит, она умрет. Я говорю, я этого не сказал, но я много раз убеждался, когда человек отдает ситуацию Богу, приходит развязка ситуации. Либо она пойдет на поправку, либо Бог ее заберет. Но вы должны, вы должны. Это и есть вера. Это и есть вера, когда мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе, когда мир соблюдет вас. И мы молились, склонившись у постели, и мы плакали, и мы понимали, и она говорила, я согласна, я согласна. Это уже три года длится борьба, я согласна. Она дрожала от волнения, держала своей рукой руку дочери, которая уже где-то месяца два не разговаривает после операции. Конечно, она через день позвонила и сказала, впервые дочери стало легче, она так хорошо спала. Это еще не конец истории, мы еще не знаем, чем все это закончится. Но я пытаюсь сказать, что вера, друзья, вера, это когда мы полностью можем отдаться Господу. Это то, с чем боролся Давид, это то, через что проходят люди, которых Бог забирает все основания, выбивает все человеческие основания, всякую самонадеянность, когда человек может только уповать, только уповать на Бога. Это есть вера. Мне так хочется сейчас просто помолиться, чтобы, вот знаете, я последний пример скажу о своей жизни, одну минуту, да, когда я не мог справиться с определенными грехами в своей жизни, я просто измучился, я очень устал. Я в одной молитве сказал Господь, странно, почему я себя разделил, странно, я же своих сознательных 14 лет говорю тебе, что я отдаю тебе всю свою жизнь, и ты же точно знаешь, что я тебе не обманываю, странно, почему я отдаю тебе только ту сферу жизни, где у меня все получается, странно, почему ту часть жизни, где я не могу справиться, я остаюсь там один, я отказываюсь от этого Господь, я безраздельно весь твой, и со своими проблемами, и сомнениями, которые меня мучают, и то, почему я не сплю, я все равно весь твой, и я не хочу, чтобы хоть какая-то часть моей жизни, плохая или хорошая, была отдельно от тебя, я все равно повторяю тебе, как повторял, я весь твой, весь, потому трудись надо мной, исправляй меня, изменяй меня, только не оставляй меня, мне так хочется вот это вот оставить всем людям, которые проходят сейчас трудное время, это сам страх, как я говорил, отсутствие Бога, сам страх, знаете, вот ад, это отсутствие Бога, это когда Авраам на лоне своем, или тот Лазарь на лоне Авраамовом говорит богачу, Авраам говорит, что хотящий перейти от вас к нам не переходит, вот это вот ужас, вот этой оставленности, хотя Давид, Давид, он меня изумляет, он говорит, даже если я в преисподнюю сойду, и там ты, и там твоя рука найдет меня, и поддержит меня десница твоя. Большинство людей действительно на уровне интеллекта, на уровне разума не понимают, почему их душа плачет, откуда у них вот это дискомфортное внутреннее чувство потери, желание кому-то принадлежать. Я считаю, что в каждого человека вложено Богом непреодолимое чувство потери, чтобы человек искал Творца, искал Создателя, вот так на ощупь интуитивно шел навстречу Богу. То есть мы сегодня говорим об опасности впечатлений, вызванных ложными удовольствиями. Давайте в этом разберемся. Когда приходит Господь, Он действительно вырывает человека из воли дьявольской, потому что оттуда сам не уйдешь, тебя оттуда не отпустят. Там ты в рабстве, там ты понимаешь умом, я этого не хочу делать. Люди кодируются, люди клянутся и ничего не могут с собой сделать. это рабство. Вы прослушали фрагменты из курса «Самопознание во свете духовных законов». Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности. Субтитры создавал DimaTorzok